Всем привет, с вами канал Keeper Creeper Play. Я забыл на Афинах радиостанцию починить. Я электрик, блядь. Короче, всех с наступившим или с наступающим, не знаю, в зависимости от того, как я выложу это видео. На самом деле, почему я не поздравил раньше, потому что я вообще забыл про Новый год. Ёпт, today. А сегодня у нас 30 ноября. 30 декабря. И в принципе, я только вспомнил, что оказывается Новый год. Я все это время играл в Borderlands 3 и забыл вообще, что есть Новый год, есть Старый год, есть вообще какой год и так далее. Поэтому поздравления только сейчас. Да, и тут 30 числа вышел крутой новый альбом от Кизару. От Кизару, да. Alcom.com Альбом называется Say No More, что переводится не нужно слов или не говори ничего более. Не говори ничего больше. Не надо больше разговаривать вообще, падла. Что типа такого? Так, и мы сейчас убиваем врагов. Попробуем сделать небольшую, мать его, рецензию. Но для начала, чтобы сделать эту рецензию, нам нужно посмотреть, что нам пришло отдаль. Ну, какая-то снайпа не очень такого качества. А второе то, что нам нужно сделать, это для лучшего понимания набить татух на ебало. Вот так. Теперь можем продолжать. Итак, вот первый трек, в принципе, называется, еб твою мать. Евгений Онегин, походу, в честь какого-то писателя. Но это не точно. Да ладно, шутка. Все знают, кто такой Онегин. Он еще писал. Смешные стишки с матами, если я правильно понимаю. Возможно, нет. Что там говорить? Вот, и в чем суть? В общем-то, я так понимаю, что в этом треке мы слышим строчки о том, что нужно читать книжки, развиваться. И, в общем-то, это ссылка к какому-то произведению, собственно говоря, Онегина. И, в принципе, как по мне, это самый такой не очень трек, если честно. Ну, такое, как сказать. Вроде бы да, но вроде и нет. Что-то среднее между этими. В общем-то, мне не особо понравился, но, может быть, кому-то понравится больше. Второй трек. Называется Из болота и трясин, или что-то типа такого. Что в нем, вообще, вот в нем начинается самая раскачка. Да, то есть. Шоу этот самый. Нашу точку. Вот, и там он пытается нам рассказать, что. Вот прям вообще жизненные штуки там, да, всякие. Про то, как надо правильно развиваться в жизни, и вообще. Про то, что много там всяких лошков. Ну, и так далее. Про то, как реальные черрики поднимаются, да. Как бы снизу. Делая для этого огромные усилия. И это, в принципе, крутой трек. Не знаю, правда, как сильно он соответствует действительности. Но, как по мне, соответствует достаточно сильно. Мне очень нравится, да, то, что там говорится. Такой мотивирующий трек. Реально классно. Мы тем временем не можем найти эту мать ее станцию. Она вообще здесь. Я что-то, может, я ошибся вообще не по тем координатам пришел. А, вот. Поставил теперь правильную карту. Я пришел к запискам Тифона. Первый раз. Так вот, третий трек у нас называется Message. То есть, в английском переводится как Сообщение. Я позвал. В нем, я так понял, он говорит, что он очень крутой. Все как бы есть. Во. Ну и как бы... Все. На этом вроде все. То есть, основная посылка, типа, это вот этот. На самом деле, звучит круто. Мне нравится. Может, я послушал всего один раз. ХЗ, короче. Но мне очень понравилось. В принципе, лучше, чем Онегин. Лучше, чем первый трек. Но хуже, чем второй, как по мне. То есть, второй трек реально был чуть-чуть получше. Но у нас следующий есть еще трек. А следующий трек прям называется так и так же, как называется и весь EP. EP мини-альбом. Он называется Say No More. То есть, ничего более не говори. И, в принципе, я думаю, это самый-самый жаркий трек вообще. С этого мини-альбомчика. То есть, прям... То есть, там вообще жестко. Это жесткий трек. Здравствуйте. Вам бан. Пау. Есть вот эти сверки. Мне очень нравится. Ничего себе, его током наэлектролизировал. Так, вот мы дошли. У нас радиостанция аж вон там на крыше. И сейчас мы попробуем туда забраться. Первым делом прыгаем на вот этот ящик. Потом прыгаем сюда. Потом бежим прямо. Потом на вот эти ящики Малеван. Потом вот. Желтенькая подсветка. Мы туда прыгаем. Они всегда желтеньким помечают, куда надо прыгать. Но далее мы тут оббегаем. Вот сюда. Дальше, по-моему, куда вообще дальше? Слушай, я уже забыл. А, все, вспомнил. Потом бежим сюда. Вот здесь надо запрыгнуть на вот этот корешок. На синенький. Вот так. Дальше с него вот сюда. Здесь уже полегче, да? Здесь уже есть эти штучки. Ух ты. Оп. Так, вот сюда. И прыгаем вон туда. Дальше нам надо наверх. Ну, а здесь есть лестница. Мы как в фильме этот, как его называют? Тринадцатый район. Паркурим жест... Ну и выключаем радиостанцию. Все. Теперь точно у нас 101% завершен на Афине. Едем дальше. Так вот. Я как раз говорил про Сейно Умо. Так. Мы выполняем пока побочку найти капитана Ботом. Нужно забрать у него какую-то еду или опять кофе. Я что-то не особо слушал. Короче, трек Сейно Умо самый, как по мне, бомбезный вообще. Здесь ему зон такой сразу идет. И слова как бы такие уже пошли серьезные. То есть здесь он говорит типа... Вообще самые рифмы, да? Здесь пошли жесткие. Короче, здесь он говорит, что... Здесь немножко на фейса. Там говорит, ты читаешь про калаш. Короче. Ну ты типа живешь в России, какой нахрен калаш. Все дела. Но мне нравится подача. Вообще такие рифмы классные. Вот типа вот этой. Да, то есть этот трек вообще качает жестко. Так, где он, где он? А кто меня звал тут? Тут закричал, эй, ю? Нам надо убить Мари Вансов. Да, жесткий. Жесткий трючок вообще самый такой классный. Это первый трек, который мне сразу захотелось поставить. На всю громкость. Все, в принципе, я и сделал. И это первый трек, который я послушал. Разу так три не меньше. Самые жесткие тут строчки. Ну и последний трючок. Называется Карусель. Карусель. Тоже жесткий. Там тоже что-то быкует. По-моему, говорит, ты че? Типа, что ты делаешь? Что ты творишь? Что ты делаешь? Что? Что ты делаешь? Все. Что ты решаешь? Что лучше, что кушь? Что ты даешь? Мне руки, оружие. Заставляешь меня, делаешь то, что не нужь. Что ты знаешь? А, вообще тоже классно. Так, это че за кораблик? Ммм. Во. То есть тоже мне очень нравятся такие жизненные. Просто жизненные треки, да? Это вам не че-то там типа баба-пам-пам-пам. Там че-то какое-то дичь, да? А это реально жизненные треки. То есть про реально, ну типа, жизнь жесткую. То есть кто-то не знал, она реально жесткая. Ну для некоторых, я говорю, для всех. Вот, то есть тем, кто понимает вообще, да, вот, кто живет, может быть, подобным образом, кто рискует там и все дела, тот, я думаю, пропитается вот таким вот жизненным вкусом, жизненным, отжененной атмосферой. Так, да кто там базарит? Ёптудэй, я не понял. А че у нас здесь, кстати, за побочка? По-моему, там радио, да? Но мы его потом заберем. Ща уже сделаем, здесь все побочки, а потом вернемся, пособираем вот эти все штуки. Да, и, короче, вот мои любимые строчки. Офигенно, да? Вроде бы качает. Так. Так, нам надо убить парочку речей. Для того, чтобы взять из них мясо. А мясо это секретный рецепт. Ну у нас такая оружия, что нам эти речи просто похер, мы вот так их отстрелим. Изи. То есть, не знаю, это давненько было, наверное, когда я эту планету обнаружил. И поэтому здесь уже не настолько мощные враги. Но все равно, прикольно их поубивать, прикольно покачаться. Ну, то есть, мы можем вот сдать просто с пистолета парочку, да? Отрядов. И все. Зарядов, разрядов. И как бы на этом все. Почему я не могу забрать оружие? Ого, Рой Рэйчи. Прикольная штука. Так, собираем все. Нам как раз нужны деньги. И возвращаемся. Так, и вот мы на месте. Положим место на скани, что мы могли бы сделать. Ето. Так, размещаем. И нам дают бургеры с скагами, да? Нам надо вызвать робота. Пеми должны за ним бежать, да? Так, какой противник? Это два дурачка тут стали. На. 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 Там мы сейчас прорвемся, изи. Все. Пошли дальше. Мне как-то смешно бегает. Так, опять... Это как в этом? В Сан-Драйсе была миссия похожая, да? С облавами. Только там надо было гранатометом расчищать, по-моему. Так, как он уже сдох? Этот Марионис, да? А, наверное, от сверки. Ага. Так, виртуозик. Блин, я тебе гранаты от виртуоза выложил. А, да, как он смешно делает. Ха, помогите, помогите. Да иди да нахер, сука. Так, где он бьет? Все, изи. Изи. Все, продолжаем идти. Так. Куда нам надо, надо, надо? А, да, кстати, надо-надо. А где он? А, еще один такой здоровяк. Угу, очередного здоровячка оформили. Так, и еще его друзей сейчас оформим. А что, этот робот против нас стал? А, не, он свой, бегает. Бургер-робот. Так. Все? Так, династия Минка, хай династия. Взять династия Мил. Хм. Так, и возвращаемся к Лори-ле-е-е. Так, отдаем. Э, хе-хе, ты где? Да-да-да, давай. Так, отдай какой-то подарочек. Кстати, у нас пистолет оказывается фиолетовый. А я все это время думал, он зеленый. А он фиолетовый. Все? Так, сначала кофе там кабы. Что мне нужно сделать? А, все, мне дали косарь и какую-то пушку, да, которую мы сейчас подадим. Ммм, круто, круто. Ну, все, начинаем. Так, больше побочек нет, да? На этой карте. А, ну, по крайней мере, я не вижу. Все, мы начинаем колесить. Сейчас исколесим. Меридиан. Так, и первое, с чем мы начнем, это вот эти. Алоэ-станция и Мертвая Железяка. Кстати, вот так можно переместиться в наш циклон, который мы тут оставили. И поехали. И начинаем саботировать. Для этого мы становимся вот здесь. Вот тут помечено желтеньким. Означает, наверное, сюда прыгать. Дальше вон желтенькая фигня. Мы сюда прыгаем тоже. И вот здесь отключаем первую станцию. Точнее, первая наша хрень, это станция. Дальше мы идем делать следующие дела. Например, у нас вот. Мертвая Железяка. Мы его сейчас заберем и перемещаемся туда. На месте. Эти детали лежат. Вот, переходим в метро внизу. Так, кажется, мы пытаемся применить металлазерчный модуль. Ага. В лазерчный модуль мы-то и стырим, да? Все, да? Так, поехали в следующей локации. Хоп, наша следующая локация. Ну, точнее, локация, та же, наша следующая точка. Нам нужно достать машину для... Тайоп-тудэ опять, только не это. Опять этот, блин, квест. Как его... Как добыть эту, блин? Ага. Блин, в прошлый раз мы решали подобную головоломку, но сейчас я вообще не въеду. Так, будем думать. Ага, нашел. Здесь рядом с проводами кран. Мы его подстреливаем. Теперь поджигаем воду. Да, и он открывается. Это у нас волновой циклон. Хм, давай его стырим. А чем он отличается от обычных циклонов? Я что-то понять не могу. Эм, ну да ладно. Ёптудэ и мы застряли. Так, все, я его уже стырил. Так, и едем на следующую точку. Ху-ху. Хм, далеко эти не пришлось скорее даже свернуть назад. Мы стояли вон там, а пришлось подняться вот сюда. И первой запиской. А, так. Эланди Вильвага, мой портфель, он закрятый враг. Он большой мастер чего-то там в своих достижениях. По факту он был все время на мели. И к тому же одно простое объяснение. Он был какой-то там лох и терпелось показать себя. А вот прибираемся мы с ним как-то по космарскому карьеру. А он со мной проломается подмыв. Я падаю в какую-то пещеру. Ну что ж, качать сверху Азлан. Примем мои соборедования. Собирает вещички и сваривает. Что делать, знаю выбраться. И тут бабах, наткнулся на хранилище. Эм, мораль истории, видимо, каждому взлету нужно путешествовать свое. Там какой-то подъем или падение. ХЗ, едем дальше. Так, ну и последнее. Находится вот здесь на краю. Ха-ха. До того, как я обнаружил хранилище, ад распрелся в хвосте у других корпораций во время войны. Одного камня на камне не оставили. Руководство Астасу решил копаться встало из пепли. Как это называется? Огненная птица. В общем, исследовательских руин. Словом, мне не приходилось, что я вырос на Пандоре. Может быть, мне какое-либо преимущество. Но касалось детское увлечение. Редевыми рунами стало для меня плюсом. Кто мог подумать, а от Пандоры какой-то прок. Так, и теперь надо открыть его тайник. На этой планете сейчас нам выйдет на связь. Ага. Услышайте, кто историю из устанутелевого дерева. Это нечто. Прям мурашки по коже ползут. Железяк опять установил связь с программами изучения моей лаборатории. Как бы там ни было. У него есть координатный тайник К. Так. И мы идем на тайник. Тайник у нас вот здесь. Так. Мы сейчас поставим меточку. Где-нибудь вот здесь. И поехали туда. Так. Здесь еще у нас вот такая вот Маливан станция с оружием. И вот он тайник. Открываем его. Так. Здесь оружие должна быть покруче. В рюкзаке нет места. Ага. Я не могу забрать. Твою мать. Ну, в общем, поняли. Вот он. Этот. И... Так. На этой карте что нам осталось сделать? Приоритетная цель. Ликвидировать барона тыквы. Ликвидировать барона тыквы. Мы, в принципе, этим и займемся. Поехали. Хоп. Вот мы на месте. Так. Заходим. Это у нас барон какой-то там. Сейчас мы ему навтыкаем. По-быстренькому. А, вот он. А, это еще и этот. Ой, это вообще мне не нравится. Этот визуал. Или зорчик. Как их там правильно называть. Вот они мне не нравятся. Очень уж они жесткие. О, интересно. А что будет с ним? Гранатка кинуть. Вон той самой, да? Которую нам дал тот чубрик. О, у него даже корона сверху. Блин, но сажения этой гранаты сейчас нет у меня, блин. Поэтому мы его так деактивировали. Так, он тут все насрал нам здесь. Везде. Но ничего страшного. Сейчас мы всех деактивируем. Какие-то речи. Так. Лут. Это даже не речи. Это... А, нет. Это речи только маленькие. Так. И лут мы сейчас будем забирать. Ну, такое. Все, наверное, только на продажу. Так. На этой карте у нас 101%. Все сделали. Переходим дальше. Хорошо.